Близятся новогодние праздники, а значит самое время задуматься о подарках. Совет муниципальных образований Московской области в рамках акции «Елка для Новороссии» собрал гуманитарный груз для Донецкой и Луганской республик. Более трех тысяч подарков отправились детям. Смотрите репортаж Екатерины Чернышовой. Более двух недель назад стартовала общественная акция «Елка в Новороссии», инициатором которой стал государственный деятель Павел Астахов. Теперь несколько муниципальных образований Московской области объединились для того, чтобы отправить еще одну партию груза для детей Донбасса и Луганска. Мы должны понимать, что в таких катаклизмах в первую очередь, безусловно, страдают дети. И если гуманитарная помощь, то есть товары первой необходимости, неоднократно уже оказывалась России, вот не так давно ушел 10-й гуманитарный конвой Донецкой и Луганск, то все-таки такие подарки новогодние для детей, это, по мнению Астахова, тоже очень важно, и мы эту акцию, безусловно, поддерживаем. Около трех тысяч новогодних подарков, сладостей, игрушек, а также канцелярских товаров и многое другое собрали чуть более, чем за одну неделю. В этой акции приняли участие как администрации муниципальных образований, так и отдельные общеобразовательные школы, а также простые жители Подмосковья. Как отметил Олег Иванов, дети Новороссии не чужие для них, и, безусловно, все сопереживают им. И сладкие подарки – небольшой вклад, чтобы порадовать ребят перед Новым годом. Помощь в перевозке груза осуществляет общественная организация Ленинского муниципального района «Боевое братство». Для них это уже не первая перевозка. Более 70 тонн гуманитарной помощи было отправлено ими на территорию Украины. Хотелось бы порадовать детей, потому что мы видим по телевидению, в каких тяжелых условиях сейчас там находятся. И мало того, что средств нет, и родители там ищут, и с финансами плохо. И хотелось бы порадовать все-таки детишек перед Новым годом вот этими праздничными нашими наборами. Совместно с представителями из Луганска и Донецка в считанные минуты коробки заполнили грузовой отсек. Путь предстоит долгий. Около тысячи километров преодолеет машина с подарками для детей Новороссии. Но нас заверили, что груз придет вовремя, и дети смогут отведать новогодние лакомства еще до наступления 2015 года. Екатерина Чернышева, Александр Ильин, Видное ТВ.